Я работаю в институте онкологии. Это очень большая клиника, и она находится на юге Лиссабона. Вот это наша предыдущая клиника. Давайте посмотрим, как выглядит рак шейки матки. Вот посмотрите, так видят его гинекологи, так видят его патологи, а так мы его видим на Т2 взвешенном изображении. Итак, если мы с вами посмотрим на рак шейки матки, как вы прекрасно знаете, у нас есть предшествие инкенвазивного рака, и есть скрининговые программы, которые не везде работают хорошо. И, соответственно, это третья по частоте опухоль у женщин в репродуктивном возрасте, репродуктивных органов, так скажем. И это ужасно, потому что у нас выживаемость всего лишь 5 лет. Пятилетняя выживаемость 92 для первой стадии, и она снижается до 17% при четвертой стадии заболевания. То есть это ужасно. А возраст женщин репродуктивный от 30 до 44%. И гистология, вы видите, что это плоскоклеточная карцинома, которая отвечает за 70-80% всех случаев, и аденокарцинома это 20-25% всех случаев. И все вы прекрасно знаете о факторах рисков. Это ранняя сексуальная активность, это множественные партнеры, это курение, иммуносупрессия. И вы знаете прекрасно все об инфекции ВПЧ. Это основной риск, который приводит к развитию рака шейки матки. Это 10-20% приблизительно женщины, которые инфицируются в ВПЧ. Это 16-18 приблизительно лет, и у них огромный, намного более повышенный риск. И приблизительно в ВПЧ отвечает за 99,7% случаев возникновения рака шейки матки. И, соответственно, если мы с вами говорим о показаниях к МРТ, во-первых, она является факультативной для стадирования пациентов. И если мы говорим о опухоли, то по фигу это будет больше 2 см. Затем это также отслеживание осложнений, отслеживание эффективности лечения, период наблюдения после терапии, и также для планирования лучевой терапии мы можем использовать МРТ. Я хотела бы вам продемонстрировать сейчас американские критерии американского коллегии радиологов 2015 года. МРТ, как вы видите здесь, с или без контрастирования. Здесь вы видите классификацию, как правило, проводится вот в этих случаях, и также можно провести ПЭТ-КТ. Это для того, чтобы вы просто запомнили, если у нас опухоль в размере больше 4 см, то здесь у нас уже не 8, а 9 будет баллов. И как у нас может быть, выглядит эта опухоль экзофитна, вот таким образом в заднем компартменте, либо эндоцервикальная, и здесь ее более сложно оценить с клинической точки зрения. Гинекологи, как правило, даже не видят ее на обследовании зеркалами, потому что вы видите, что она находится внутри. И диагностический алгоритм. Во-первых, ПАП-мазок, это приблизительно его чувствительность 50%. Скрининг на основе наличия инфекции или вируса ВПЧ, это 60-70%. Но вы не должны забывать, что биопсия, тем не менее, дает нам четкую диагностику. И ультразвуковое исследование ограниченное, у него диагностическая значимость АМРТ. Это как раз то, что мы выбираем. Иногда мы можем сделать также КТ для лимфатических узлов и для распространенного рака. Для определения метастаспет КТ на данный момент является обязательным. При местно распространенной карциномии это означает 1, B3 или приблизительно больше 2, A2. И какие же у нас вопросы, которые мы задаем себе. Что от нас хотят, от нас, радиологов, гинекологи. Во-первых, они хотят размер опухоли, локализацию опухоли и объем. Затем параметры инвазии. Инвазия в прилегающие органы, метастазирование лимфатических узлов. Это очень хорошо для планирования и для прогноза. И то, что касается техникам АМРТ, которые мы применяем. У нас сегодня есть руководства, на которых мы основываем наш выбор. И эти руководства, они еще 2011 года. И надо сказать, что это, во-первых, натощак проводится с наполненным мучевым пузырем. И таким образом мы можем определить на срезах приблизительно 4 миллиметра. Это аксиальная Т1, сагитальная, аксиальная и косая проекция. Вот таким образом. И вот вы видите, что у нас будет аксиальная после того, как мы получаем хорошие параметры шейки матки с обеих сторон. Затем аксиальное диффузионное изображение. И затем аксиальная шейки матки, тоже диффузионное. Диффузионное взвешенное изображение. И здесь вы видите, что мы до почечной лохамки проводим эти срезы. Когда мы используем контрастирование? Контрастирование мы используем. Динамическое 3Т1 взвешенное изображение. Если мы не определяем на Т2 опухоль, и если у нас есть подозрение в инвазии в мочевой пузырь, то в этом случае мы, если это период наблюдения, либо это рецидив, либо фистула, то есть свищ. Вот здесь вы как раз видите ситуацию со свищом. А вот это опухоль. И вот вы видите, что здесь у нас также мы не смотрим на влагалище. Если хорошо осматривал гинеколог, то в этом случае нам не нужно проводить также срезы, чтобы посмотреть ситуацию с влагалищем. Т2 взвешенное изображение. Вот вы видите, здесь мы видим солидную массу, во-первых. И на сагитальном Т2 мы также можем посмотреть на прорастание вагинальной структуры. И мы можем также здесь увидеть инвазию, оценить параметры инвазии. Вот вы видите, что здесь у нас слева есть как раз такое прорастание опухоли. Какие у нас изменения в системе ФИГО в 2018 году были? Во-первых, это стадирование. Стадирование было изменено. И мы прежде всего инкорпорировали патологию туда, патоморфологию, для того, чтобы определить степень заболевания. И что же изменилось при стадии 1Б? Сегодня мы ее изменили и классифицировали на три группы. Это стадия 1Б1, это когда у нас инвазия меньше 5 мм, то есть опухоль меньше 5 мм. И вы видите, что здесь стадия также Б2 и Б3 с разным объемом опухоли. И лимфатические узлы также включены, статус лимфатических узлов также включен в это стадирование. Есть также новая стадия 3С, если у нас есть метастазы в лимфатические узлы малого таза и также метастазы в параортальные лимфатические узлы. Вы видите, что здесь у нас включены также данные радиологических исследований и патоморфологии. И, безусловно, это раздражается на терапии. Давайте посмотрим на изображение на МРТ. Вот это интактное стромальное кольцо. Видите, он выглядит очень хорошо на Т2 в завершенном изображении. Черное, однородное, абсолютно по структуре. Когда вы видите такое кольцо, то в этом случае, если у нас толщина больше 3 мм, то вы можете быть абсолютно уверены, что у нас нет параметральной инвазии с отрицательной прогностической значимостью от 94 до 100%. Если у нас IB1, это меньше 2 см, это как раз этот случай. Давайте перейдем к B2. Это у нас больше 2 см и меньше 4 см. Здесь вы видите аксиальную проекцию шейки матки. И IB3, это равно или больше 4 см. Это объемные большие опухоли, но нет инвазии в параметре. И нет прорастания в параметре. И теперь давайте перейдем к стадии 2А. Здесь у нас нет инвазии в параметре также. И вы видите, что ее также разделили на 2,1А. Это клинически, то, что мы можем клинически увидеть. Поражение больше 4 см и больше, как я уже говорила. 2А2, это больше 4 см поражение. Меньше 4 см, извините. И вот вы видите, оно как раз здесь. Меньше 4 см. И здесь по передней стенке. Вот вы видите, по передней стенке оно располагается. И вы его хорошо видите на изображении. Затем 2А2, это поражение больше 4 см. В этой ситуации это было исследование с контрастом. Вот это 2Б. Это также уже инвазия в параметре. И в этом случае вы прекрасно видите, что здесь было кесарево сечение у пациентки. И вот эта опухоль, она по передней губе располагается и прорастает в влагалище, но нет инвазии. Но тем не менее, есть инвазия в параметре слева. И вы видите здесь прорастание в левой параметре как раз. И вы должны также определить признаки инвазии в параметре. Это, во-первых, асимметрия. Это разрыв стромального кольца. Затем это уритросакральные связки затронуты. И также это может быть пероутриальные сосуды затронуты. Или это может быть инфильтрация в связочный аппарат. И, соответственно, что касается ограничений параметральной инвазии. Если у нас есть полная инвазия строма, то вы можете исключить микроскопическую инвазию, если это линейная структура, как вы видите здесь. Здесь вы видите, так скажем, воспалительные, результат воспалительного процесса. Здесь у нас положительная продуктивная значимость будет от 82%. Теперь давайте перейдем к стадии третьей. Если вы посмотрите на инвазию во влагалище, в Урертру, и вы видите, вот здесь вы видите инвазию в мочеточник также. И это нижняя треть влагалища, которое идет под линией выстилки. И вот здесь вы видите инвазию также в левый мочеточник. И здесь у нас есть прорастание влево и инвазию в мочеточник. Вот опять-таки здесь у нас в стенку тазового дна идет инвазия. И вот приблизительно мы можем определить, что это стадия 3С, которая может также разделяться на 3С1, 3С2, 3С... Здесь у нас лимфатические узлы могут быть затронуты. Вот это диффузионное взвешенное изображение, вы видите, на этом изображении. Также это Т2 изображение, а на диффузионном изображении вообще пропустить эту структуру невозможно. Вот здесь вы видите инвазию в бочевой пузырь. Вы видите, там будет прорастание в нижней мышце. И также могут быть узловатые структуры на слизистой. Также вы можете добавить контраст для того, чтобы подтвердить ваши подозрения. Но самое главное, это вот такой отечной структуры, такой булезный отек. И здесь нам нужна цистоскопия или эндоскопия для определения, для точного диагноза. Итак, то, что касается инвазии в прямую кишку, вот здесь вы видите, как раз прорастание в стенку, инвазия в стенку. И мы можем сказать, что здесь у нас есть инвазия, если у нас есть опухоль в просвете. 4-Б. Вот вы видите, что это удаленные метастазы, это перентениальная диссиминация, это прорастание также в другие органы, кости, печень и легкие. Вот здесь вы видите, если у нас есть метастазы, это 4-Б стадия. Вы можете определить эти метастазы. Вот она, первичная опухоль, вот это лимфатические узлы. И здесь вы также видите лимфатический узел слева. То есть это как раз стадия 4-Б. Это аденокарцинома у пациентки. И она здесь проявляется также. Здесь она, вы видите, у нее метастазы в косте. Вы это видите на разных последовательностях. Это с жироподавлением на диффузионном взвешенном изображении и с контрастом. Мы теперь должны организовать все эти данные для того, чтобы сделать хороший отчет нашим онкогинекологам. И мы включаем в этот отчет много данных, некоторые модели, которые мы взяли также с веб-сайта американского общества. И надо сказать, что это хороший отчет для гинекологов. Я сделала 14 разнообразных форм. Но надо сказать, что в заключении вы должны включить прежде всего размер и объем опухоли. И здесь мы должны также упомянуть, безусловно, о экстенсии, о том, куда идет инвазия. Лимфатические узлы, безусловно, нужно включить в свой отчет. И также мы должны упомянуть о метастазах и о гидронефрозе. И стадия по фигу никогда не включается в отчет, потому что это как раз то, что определяет клиницист. И то, что касается планирования лечения для женщин на ранних стадиях, в применопаузе, это хирургия, это радикальная гистроктомия. Вот вы видите, мы убираем максимально с обеих сторон, если пациентка не соглашается. Если у нас опухоль больше 4 см, если это параметральная инвазия или инвазия мочеточника, если есть дилатация мочеточника, если у нас нижняя треть влагалища, если это также прорастание в мочевой пузырь, то у нас может быть сопутствующая химиотерапия. И сегодня больше и больше женщин хотят сохранить свою репродуктивную функцию. Соответственно, что мы можем сделать с точки зрения радикального лечения? Это, прежде всего, билатеральная резекция параметрии и лапароскопическая хирургия. Здесь вы видите на МРТ сагитальная проекция, Т2-взвешенное изображение. До и после хирургического вмешательства вы видите, что здесь что-то отсутствует. Была конизация до этого сделана. И каковы у нас критерии? Это либо опухоль, которую мы не можем визуализировать, либо меньше двух сантиметров. Это может быть также плоскоклеточная карцинома, которая находится в экзосервиксе. Затем это может быть опухоль, которая локализуется меньше, чем в одном сантиметре от внутренней кости. Или опухоль может быть как минимум меньше двух с половиной сантиметров. Что касается роли МРТ в планировании лучевой терапии, вы можете прежде всего визуализировать опухоль, направить лучевую терапию. И, безусловно, это определение объема и модификация лучевой терапии с точки зрения объема. Что происходит после того, как мы добиваемся сокращения объема опухоли. Вот сравните до и после химио-лучевой терапии. Вот это у нас через 3-6 месяцев, затем отсроченный ответ 6-9 месяцев. Мы их называем отсроченными пациентами, потому что у нас есть вот такой срезовый период в 6 месяцев. И мы должны определить рецидивы через 6 месяцев. Но у некоторых пациентов, так скажем, будет отсроченный ответ на химиотерапию. Соответственно, мы должны определить этот ответ. Если у нас какой-то ответ на лечение, если он до 9 месяцев, то это может быть поздний ответ на лечение, но он может все-таки быть. Затем, то, что касается струмы, через 6 месяцев он может быть не специфический. Это может быть фиброзирование или это может быть опухоль. И то, что касается морфологии, мы должны, конечно же, посмотреть на лимфатические узлы. Мы их отправляем в морфологию, если они округлые, овальные, больше 10 мм. Если у нас есть некая лобуляция или нарушение структуры, и самое подозрительное, это, конечно же, некрозирование. И это, безусловно, применимо как к МРТ, так и к КТ. 55% случаев метастазы меньше 1 см будут в размере. И это серьезная проблема для КТ и для МРТ, потому что у нас здесь эти методы будут обладать маленькой, очень низкой чувствительностью. Я покажу вам некоторые примеры. И сегодня мы можем сказать, что у нас есть еще один инструмент. Вот это у нас диффузионно-взвешенное изображение. Вы видите, мы их используем при нормальной шейке. Мы можем сравнить анатомию и выявить опухоль. И то, что касается лимфатических узлов, здесь у нас небольшая роль, потому что доброкачественные и злокачественные, тем не менее, они будут достаточно яркими. И по сравнению с нормальными в инвенальном режиме, и мы можем это сравнить с первичной опухолью. Вот я принесла вам немножечко, могу привести вам немного примеров. Это 1B3, рак шейки матки. Вот вы видите на диффузионно-взвешенном изображении на Т2, вы видите ADC и B1000. Вы видите, что здесь у нас нет инвазии в параметре. А в этой ситуации вы видите 3C1. И здесь у нас такой огромный лимфатический узел. Это B1000. Вы можете его определить достаточно хорошо здесь. То, что касается ПЭТ-КТ и прогностической значимости, она связана со статусом лимфатических узлов. 15-30% локальных, локальных, локальных построений к цервикальным карсиномам. Можно выявить чувствительность достаточно низкая, тем не менее. Но лучше, если вы определяете овальные структуры. И здесь это функциональная, прежде всего, информация, которую мы можем получить по метастазам. И она, тем не менее, лучше, чем МРКТ. У нас здесь вот такой, опять-таки, период среза. Здесь мы должны... Здесь у нас будет меньший ответ на лечение. Или отсроченный ответ мы можем его определить. То, что касается стадирования, если у нас это ранняя стадия карциномы, это меньше 2,1а, включая 1,b3. Как правило, здесь у нас будет много ложно-отрицательных результатов. Соответственно, мы не можем этого избежать. И, на самом деле, иногда там может быть опухоль, несмотря на отрицательные результаты на ПЭТ-КТ. И обычно это, если мы говорим о ПЭТ-КТ, как она помогает стадировать по ФИГО, здесь, прежде всего, локально распространенная карцинома. Чувствительность ПЭТ-КТ здесь будет 75% и специфичность 95%. То есть, все-таки ПЭТ-КТ нам нужен в определенных ситуациях. И также ПЭТ-КТ рекомендуется, НССН, и я могу показать вам два примера, для того, чтобы вы поняли, как это работает. Вот это цервикально-недифференцированная карцинома, клиническая стадия 2b. То есть, гинеколог сказал, что там была инвазия в параметре. КТ было проведено, и вы видите, что вот это параортальный лимфатический узел, вот, он здесь был выявлен. Соответственно, мы изменили на 3C2R. Поскольку это была местная распространенная карцинома, они запросили ПЭТ-КТ. И что мы видим на ПЭТ-КТ? Вы видите, что у нас здесь метастаз в надключичную зону. И вы видите, что это пациент, который был 2b, клиницист. Вот здесь это 2b, это уже b2, и вы представляете, это 4b. Еще одна пациентка, цервикальная плоскоклеточная карцинома, 2b. На МРТ не было инвазии в параметре, но они сказали, что хорошо, 2b. На КТ, вы видите, вот такой маленький, здесь был выявлен лимфатический узел. И теперь мы посмотрим, это опять 3C2. А здесь вы видите удаленный метастаз в лимфатические узлы. И в результате эта стадия уже 4b. И надо сказать, что мы, конечно же, должны обязательно действовать по руководствам. И оценка лимфатических узлов, вот это еще 2010 года публикация. А вот это 2017 года, и к чему мы приходим? Мы видим, что МРТ является самым чувствительным методом. Посмотрите, с точки зрения диффузионно-взвешенного изображения ПЭТ-КТ имеет самую высокую специфичность. И я добавила вот этот слайд, который цитирует статью в журнале «Лучевая медицина», который говорит нам о том, что у нас есть количественные параметры, которые мы можем получить из диффузионно-взвешенного МРТ. Это средняя ADC, и затем мы можем получить прогностические биомаркеры для пациентов с цервикальным раком от ПЭТ-КТ. И опухоли, где у нас средняя ADC ниже, могут очень часто иметь также метастазированные методические узлы. И в заключение я бы хотела вам сказать, что размер цервикальной опухоли и инвазии в параметре действительно определяет тип терапии. ПЭТ-КТ рекомендуется национальным НССН при цервикальном раке на стадии больше 1,2,3. И ПЭТ-КТ является абсолютно незаменимым методом для местно распространённой карциномы. Радикальная гистероктомия нужно рассматривать для пациенток на хирургическое вмешательство с опухолю меньше 4 см. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Пару вопросов мы обязаны задать. Несмотря на то, что мы отстаём от регламента, пожалуйста. Тереза Маргарита, пожалуйста, возьмите вот это приспособление для перевода. Презентация, особенно касательно изменения клинического стадирования на основании магнитно-резонансной томографии и ПЭТ-КТ. Вот в этом связи с этим хотел узнать, является ли в вашем центре обязательным выполнение ПЭТ-КТ пациентам более чем стадия 1,3, насколько я понял. Столипроцентный охват этих пациентов. Спасибо. Отдайте, отдайте. Спасибо за вопрос. Вы спрашиваете, проводим ли мы у МРТ у всех пациентов? ПЭТ-КТ у местно распространённого рака. Мы просто очень счастливы, что мы можем поменять стадирование. Это какой-то индивидуальный подход, или вы всех пациенток отправляете? Это стандарты, если у нас больше 3Б, это стандарт для... Если это больше 4 сантиметров, мы отправляем на ПЭТ-КТ. Всё очень просто. 4 сантиметра у нас, просто количественный показатель. Спасибо большое за вашу презентацию. У меня вопрос касается выполнения... Какие есть особенности выполнения МРТ-исследования у беременных пациенток с диагнозом инвазивный рак шейки матки? Итак, вы хотите знать, проводим ли мы МРТ при цервикальном раке у беременных женщин? Так, у нас есть институт онкологии, но иногда 1, 2, 3 пациентки отправляются к нам из родильных домов и родильных клиник, потому что они, так скажем, эти женщины ведутся в клинике матери и дитя, и там выявляют рак шейки матки. И для некоторых из них я делаю МРТ в течение беременности приходится делать. Я не знаю почему, потому что... Ну, на самом деле нет противопоказаний для МРТ, нет. Но во время третьего триместра... Во время первого триместра, извините, мы не проводим МРТ, потому что может быть, так скажем, спонтанный аборт у женщины, и эти женщины не разрешаются при помощи кесаревого сечения. Если у вас подозрения на инвазию и метастазирование, проводите ли вы КТ или ПЭТ-КТ в этих случаях у беременных женщин? У беременных женщин. Нет, КТ, нет, КТ мы не делаем. У беременных КТ мы не делаем. А если у вас подозрения на метастазы в лимфоузлы, грудной клетке, например, Вы знаете, если у меня есть подобные подозрения, если есть подобные подозрения у онкологов, в преподобных подозрениях обычно мы проводим подобное исследование приблизительно от 20 недель гестации и отправляем эту информацию в родильные дома для того, чтобы правильно вести беременности. Потому что приблизительно до 32 недель мы беременность продляем, затем вызываем роды и начинаем терапию. После родов, после родоразрешения вы можете проверить еще раз стадирование и назначить терапию. Мне кажется, что диффузионное МРТ возможно провести. Да, можем, да, проводим иногда. Да, такие непростые вопросы, конечно же. У нас была пациентка, на самом деле, с аденокарциномой, и она родоразрешилась через естественные родовые пути, и ребенок выявил некоторый опухолевый материал, и эпизиотомия потом была сделана. То есть, в общем, у этой женщины, конечно же, они должны родоразрешаться при помощи кесарево сечения. Да, очень интересные вопросы по поводу исследований во время беременности. И последний вопрос. У нас последний вопрос, финальный, да? Порой параметральная инвазия минимальная вызывает большие трудности. Что позволяет лучше всего ее диагностировать, и используете ли вы диффузионно-звешенные изображения и контрастные серии? Спасибо. Мы говорим о дифф-диагнозе при инвазии пираметрии. Вы знаете, нашу проблему, если у нас микроскопическая инвазия, мы ее не можем увидеть, и вы гипоинтенсивный сигнал можете получать, если он сохранится, это может быть воспаление. Но здесь диффузия, он взвешенным изображением. Мы должны убедиться в том, что нет инвазии в параметре. Я вам покажу такие слайды. У нас нет там прорастания, и это может быть на B2000, мы можем, и также на EDC. Спасибо большое за прекрасную презентацию, за то, что вы ответили на все вопросы, такие сложные вопросы. Продолжение следует...